Доброе утро, мир! Смотрите, какой у меня завтрак. Я так уже сто лет не ела. Сыр, колбаса, бутерброд. Просто шикардос! Всем приятного завтрака! Что у нас сегодня, пока я сюда забиралась? Во-первых, у нас дорогу вот тут перекрыли. Хорошо, что я место нашла вот тут. Полиция везде, прямо на входе в гору. Под входом. Поэтому Чарли привязала, надела намордник на себя. Там еще так машина припарковалась вот эта, что ее, наверное, все уже вот тут полицейский стоял. Ушел. Странно, что у нас там перекрыли. Я тут посмотрю. Люди такие у меня, клиенты такие странные. Они уже давным-давно знают, что я живу не здесь. Если что, у меня, чтобы приехать сюда, нужно приехать. То есть, если без 10, без 20, 10, они мне будут звонить, и я не буду трубку брать, потому что я буду вести машину. Звонят, пишут ватсапы. Потом, ты что трубку не берешь? Я говорю, а как я ее возьму, если я машину веду в это время? Ой, правда. Странные мои все. Одна твоя клиентка сейчас. Ты мне что не отвечаешь на смс? Я говорю, а сколько время она? Без 15, 10. Я говорю, ну как ты думаешь, где я? Ну, едешь, смотри. Я говорю, ну правильно, как я тебе могу ответить? Ну да. Странные люди. Что тут делают? Все, я, говорит, пошла, иду к телению. Говорю, давай, иди. Иди, иди. Что тут делают? Наверное, он там что-нибудь опять делает. Ой, ладно, пошла я на работу. Подышу на работе, хорошо. Смотрите, какую я бурную деятельность тут развела. Здесь у меня поджариваются овощи. Разные-разные. Вот. Буду готовить рисовую лапшу с морскими водорослями, с креветочками, с чесночком. Ммм. Овощей много, поэтому я на завтра еще отложу. Или на послезавтра, там посмотрим. Потому что на завтра суп буду варить. Вот. А сейчас вот они, там очень много овощей. Ну, не знаю, когда режешь много-много овощей, получается много-много овощей. В общем, вот так. Лапшичка уже заварилась. Что-то она слиплась уже вся. Ну, ладно, мы сейчас ее быстренько туда заварим. И она разлипнется. Вот такая вкусняшка у меня получилась. Самое главное, это в конце добавить чеснок. Когда уже все готово. Он такой вкус дает, очень вкусный. Всем приятного аппетита. Ну что, друзья, вам там не холодно? Едем, едем. Куда едем? Сейчас я вас протру немного. На пляж. Вот. Почитала там. У мужа группа есть с родственниками. Я все группы отменила, потому что они пипикают и пипикают и пипикают и мне такой информации не слишком много. Поэтому я у него просто зачитываю и все. И, в общем, они там на пляж собрались. Вот. Все уже поехали. Я думаю, ну, под шумок к ним сейчас тоже. Как вчера под бочок. Вот. Ну, в принципе, они сами сказали, говорит. Уж мое место занял. Если соберешься, типа, сообщи, мы тебе место займем. Слушайте, смотрите, как хорошо приспособление для телефона, да? Прилепилось. Ой, жарко так вообще. Вот. Так что едем. Завтра я уже не смогу поехать на пляж. Подруга приедет. Стричься. Хлеб надо испечь. Вот. И вообще, говорят, вот родственники сказали, что в четверг, пятницу, в субботу очень много народа на пляже. А у нас сейчас ситуация, знаете, все хуже и хуже. Поговаривают о второй волне вируса. Поэтому, как вы знаете, перед смертью, конечно, не надышишься. но, в общем, каждый день увеличение и увеличение. В общем, трындец какой-то. Скорее бы уже все это закончилось каким-нибудь образом. Раньше говорили, что это вирус сезонный. Ну, типа, знаете, вот висит весное обострение и осенью. Теперь уже говорят, что ему по барабану. Осень, зима, жара, холод, вирусы вообще по барабану. Он себе передается и передается. И без разницы, что она, какая на улице погода. Я, в принципе, тоже так думала, потому что если ты ходишь, заражаешь, то какая ему разница. Ходи, заражай, на здоровье, да. Как говорится, на здоровье. Ой, не могу. А еще у нас тут, знаете, сегодня к нам же еще с Африки плывут эти африканцы, вот, на лодках надурных. А они оттуда плывут все зараженные. Вот поголовно. И сегодня один из них сбежал. Вот. Ведь как, они поступают на европейскую землю и все, их обратно нельзя уже выслать. И им надо предоставить кровь, все дела. Вот. Предоставить медицинскую как это, помощь. Вот. И обратно их нельзя отослать, да. И вот один приплыл. Их же, как вылавливают там красный крест, еще что там сразу сейчас у них проверяют, ну вот эти тесты делают. Все поголовно они там заражены. И вот один сбежал, представляете, бегает где-то и заражает остальных. Блин, ну вообще, мало того, что приплыл. Радуйся, блин. Тебя сейчас накормят, наподят. Что еще надо? Убежал. Ой, смех и грех. Так что, вот такие вот у нас дела. Если телевизор слушать, то ничего хорошего. Ну, я утром, знаете, на работе прослушаю новости. Че, почем, хоккей, с мячом. Все равно нужно быть в курсе внимания событий, правильно? Все же это, как говорится, как это, осведомлен, значит, вооружен? Как-то так. Ладно, хватит болтать. Встретимся на пляже. Это мое место. Смотрите, между зонтиками должно быть два метра. потом здесь и вот здесь пляж до 10 метров нельзя от воды до зонтика чтобы было 10 метров. 10 что-то? два, три, четыре. ну да. Оля! Вот, сейчас еще вам покажу. Здесь видите вот такие полоски? Не знаю, видно, не видно. Короче, вот первая полоска. Здесь сидеть нельзя. вторая полоска, видите? Вот вторая полоска. Здесь сидеть нельзя. Вот третья полоска. Здесь сидеть можно. Потом вот так вот через полоску, короче. И вот такие вот идут еще, видите? То есть, если я сижу вот здесь, то мне нужно дойти вот оттуда и купаться, чтобы пройти туда купаться. Но сейчас народу мало, поэтому занимаем место, где хотим. Там вот у меня родственники опять приехали и заняли полпляжа. В общем, буду загорать, отдыхать, что и вам советую. Класс! Я совершенно забыла, что я сегодня даже маленечко подкрасилась. И сейчас сижу такая хорошо хоть в очках. И я, впрочем, нырнула. Я, когда купаюсь, всегда люблю нырять. И потом сейчас такая сижу, сижу, блин, я же немножко подкрасилась сегодня. Сижу, значит, у меня тени вот так вот, тушь вот тут. В общем, красавица. Хорошо, хоть знаете, у меня с одной стороны родственники, с другой стороны друзья, а сзади тоже родственники. Короче, кругом одни родственники. И так спокойно сидеть и купаться, зная, что нет никаких неподозрительных личностей рядом с тобой. Вот. Уже пляж наполнился, приехала, вообще никого не было. А сейчас прям, видите, везде сидят люди. Я уже дома. Перед тем, как пойти с Чарли гулять, поставлю в мультиварке суп вариться. Костя вот уже разделала, вот эти вот, помыла их. Это в суп пойдет. А вот эта часть, я кое-как тут отодрала все это, запеку на следующей неделе с овощами там. Мне показалось, здесь много мяса. Смотрите, вот я специально убирала вот это прям все мясо. И мне кажется, очень вкусно будет. Замариную сначала, а потом отправлю в духовку. Как вам идея? Супер! Я уже в душ сходила, в общем. Пока буду одеваться, закипит вода, чтобы там всякие штуки не снимать. Кипящую воду закину, мясо. И все, пошла я одеваться. Какой кайф ходить, когда тебя обдувает прохладный ветерок. Правда, воняет тут не очень. Везде эти, иду уже среди теплиц. И воняет здесь, ну, понятно чем. Удобрениями натуральными. Вот, сейчас читала. Ух ты, усыпана вся хурма. Смотрите. Видно вам, не видно? Видно хурма. Видите, сколько хурмы? Усыпана все. Вот, я читаю новости тоже про ситуацию в Испании. Вот, в интернете каждый день. И вот сегодня, что я нового вычитала, что говорят, ведь прививка сейчас чуть ли не в каждой стране уже разработана почти на третьей стадии, да? Она, мне кажется, выйдет в одно и то же время во всех странах. Вот, и вот сегодня вычитала, правда, одна статья о цене прививки, одна статья говорит, 50-60 евро будет стоить, а другая говорит, что 20-30. Ну, в принципе, не так уж и дорого, и что, скорее всего, будет доступна уже в первой половине 21-го года. Вот. Ну, такие прогнозы дают почти все страны, кто занимается этим, этим прививками. Вот. Так что вот, надежда умирает, последний. Правда, я ее делать пока не буду. Подожду. Что там и как. Вот. Ну, я думаю, что пожилым людям стоило, стоит ее делать. вот, потому что все-таки они более склонны к нему. Вот. И у них больше, как это, смертность, чем у молодых. Поэтому, мне кажется, что пожилым, да, стоит делать их. Вот. Ой, какой кайф. Блин, только запах такой, вонючая страсть. Ох, одурманивает прям. Вот так теплицы выглядят изнутри. Тут сняли пластик. Видимо, будут новый лепить. И там вот, не знаю, помидоры, может быть, были еще что-то. Вот так. Видите, никаких вам сорняков, никаких ничего, все цивильно. Видите, сняли пластик. Ну, видимо, новый будут лепить, стереть. что там с ним делают-то. Видите, как у нас туманно. Туманно. Не туманно, а облачно. Сегодня пошла сначала по полям, а то вот этот друг из парка выходить не хочет. Он не дурак. Он попадет в парк, и все, и там хочет гулять, а по полям не хочет. лодырь. Вот так вот. Нам сейчас вот там вдоль дороги немножко придется пройти. Но ничего страшного. Вообще, смотрите, у нас какая погода. Такое ощущение, что дождь пойдет. Вообще, прям как-то все пасмурно. представляете, я с пляжа выехала, и вот так вот все на нас, на это, нашло. Прямо как специально. Типа, Оксана, ты на пляже сидишь, а как только выйдешь, все затянет. Смотрите, кстати, у меня начинают расти эти, а это не сдается, даже цветочек пустил, представляете, вот это вот хорошее, если она, и вот тут вот у корня прям растет, в общем, мне кажется, что она очухается, все нормально будет с ней, я так думаю. Видите, вообще цветут себе и цветут, никому не мешают. Да, так что вот так. у меня тут это фиалка, толь принял, вроде принялась, посмотрим, поживем, увидим. Лежит моя рыба, все, сейчас пойдем, Чарль, гулять. Вода закипает, даже даже, когда закипит, чтобы не было вот этой вот накипи, смотрите, как темно, как будто время 10, а время еще без 5-8 только, представляете, но зато будет кайфово гулять, не жарко, классно, и очки не надо напяливать, так что, лепота. Перемаловала овощи, сейчас поставлю на зажарку, пускай зажаривается, так, где она есть? А сюда я уже засыпала крупу, ой, уже пошел запах, запах, знаете, какой, гороховый, аж слюнки потекли, на завтра у меня будет вот такой, ну, очень вкусный супец, конечно, летом супы особо не охота, знаете, но тут что-то я вспомнила, и прям мне очень-очень захотелось, такой вот штук прям со всеми вот этими, я вообще люблю бобовые всякие, люблю вот горох, этот, как его называют-то, фасоль, все это вкусняшки, но давно не ела, сейчас с персиком буду ужинать, вот, и мой супец вы увидите завтра, я буду с вами прощаться, всего самого лучшего и всем пока-пока!